В Подмосковье в первый день зимы прошла масштабная акция «Зимний парк». Ровно в 6 часов вечера в 50 подмосковных парках культуры и отдыха одновременно зажглись огнями новогодние елки. В Люберцах мероприятие прошло в Наташинском парке. Зима в этом году пришла без опозданий. Уже в первый же ее день выпало достаточно много снега. Это только усиливает волшебное настроение, ведь совсем скоро один из самых любимых нами с детства праздников – Новый год. Но пока мы здесь, в Наташинском парке, ждем чудесного преображения елки, давайте узнаем у Люберчан, как они провели 2017-й и чем он им запомнился. В этом году я встретила свою любовь, вышла замуж, и скоро мы ждем пополнения в семье. Классный, короче, год. И в этом году у меня родился племянник еще. Я купила себе новую квартиру. Отлично провели, скажу я вам. Много нового узнали, в университете учимся. И вообще общественно-политической жизнью живем. Дочка родилась, считается. Пока люберчане делились впечатлениями от уходящего года, на сцене пели, шутили, танцевали и всячески развлекали собравшихся. Поздравить жителей Люберец с началом зимы в этот вечер приехал и глава Владимир Ружицкий. Такой хороший зимний вечер. Я искренне всем желаю и радости, и счастья, и новогодних улыбок, потому что Люберцы – самый лучший город на планете. Главным событием вечера стало торжественное зажжение огней на елке. Прямо на сцене заветную кнопку нажал глава Люберец вместе с детьми. Собравшиеся в Наташинском парке в этот вечер в полной мере ощутили приближение Нового года. Гостей ждали песни и танцы, ярмарка, хендмейд-товаров, фотосессия, символом наступающего года собакой, катание на лошадях. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.